В среду 7 октября в зале администрации района состоялось очередное заседание оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории Кашхабрского района. Мероприятие прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. По традиции слово было предоставлено начальнику отдела по делам ГОЧС Николаю Звереву, который проинформировал присутствующих об оперативной ситуации на территории района. Было отмечено, что наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки на территории республики, в том числе и в Кашхабрском районе. На сегодняшний день с начала пандемии всего в районе заболело 2317 человек. Из них 2181 человек выздоровел, 104 человека в настоящее время находятся на лечении. Из 104 человек 72 находятся на амбулаторном лечении и 32 человека находятся на стационарном лечении. Говоря о темпах вакцинации, заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов подчеркнул, что в настоящее время провакцинировано 7 942 жителя района. На сегодня у нас статистика следующая. Всего провакцинировалось по Кашхабрск района 7 942 человека, что составляет для регионного плана 43,2%. Напомню всем, что план у нас поменялся. До 1 ноября установлен план в целом в республике Кашхабрск района 8% в количестве жителей. Если раньше было 60%, то это сейчас 8%. 18 354 человека у нас должны быть по плану провакциниться до 1 ноября. По наличию вакцины проблем нет. Спутника у нас на сегодняшние 1230 вакцин. Спутник лайк 2614. И буквально утром поступила еще доза в республике Адерея для распределения по району. О необходимости наращивания темпов говорили на совещании. В этом вопросе должны помочь главы администрации сельских поселений работники центральной районной больницы. Была затронута тема дальнейшего информирования граждан о необходимости проведения вакцинации, о том, что бояться вакцины не стоит. В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, но у нас, мы видим, идет рост заболеваемости. Если взять, например, с 27 сентября по вчерашний день, у нас заболевших 55 человек. Это в среднем, вот если взять, 7-8 человек. Здесь немало было встреч и разговоров по поводу вакцины, вакцинации. Действительно, это люди должны понимать, единственный способ защититься от этой заразы только вакцинация. Об изменениях в региональном указе о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса и мерах по снижению риска в распространении инфекции проинформировал глава района. Заслушав и обсудив доклады, оперативный штаб решил ужесточить контроль за соблюдением ограничений, установленных указом главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года, в том числе социального дистанцирования, самоизоляции лиц, имеющих симптомы ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, а также самоизоляции лиц, имеющих высокий риск заболевания COVID-19, масочного режима и использования средств индивидуальной защиты рук в сферах обслуживания и оказания услуг населению в соответствии с утвержденным стандартом работы. В соответствии с решением Республиканского оперативного штаба от 5 октября текущего года, с 11 октября 2021 года вводится запрет на проведение торжественных мероприятий до улучшения эпидемиологической обстановки. Главам поселений рекомендовано организовать работу дежурных групп при проведении похоронных обрядов с целью информирования участников о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты. Также было принято решение начать отопительный сезон на территории района с 6 октября текущего года.